Красота лица начинается со стоп. И если у вас жесткая стопа во время походки, вы абсолютно не пружините, вся она сжатая, то, конечно же, эффект будет как на всем теле, так и на лице. Не будет красоты лица, когда жесткая стопа, вы идете, сотрясая весь свой бедный позвоночник. Не пружините. Или заваривается стопа в одну или в другую сторону. И вот эта жесткость отражается на лице нас, в расслабленном теле, когда все мягкое и подвижное. Конечно же, и лицо будет юношеским, и мягким. Привет от Татьяны, 48 лет. Сегодня мы с вами поработаем с подошвенным апонемрозом стопы. Будем делать упражнение. Но сначала давайте пройдетесь и почувствуйте, как вы ходите, насколько мягко. Сейчас просто. Я даже не жойнося, а хочу поперекатываться. А так вы перекатываетесь на стопе. Идет ли у вас четкий перекат с пятки до пальцев? Мягкие ли пальцы? Хорошо ли они сгибаются? Пальцы должны сгибаться. Можете даже поделать какие-то такие упражнения. Ну, сегодня у нас с вами другая будет работа остеопатическая. Итак, присаживаемся, мои красотки. Лучшее упражнение, которое делается в расслабленном состоянии. И сидят. Получитесь. Ой! Приготовьтесь получать удовольствие. Берем нашу стопу за голеностоп, за пяточку и вращаем стопой в одну сторону 10 раз. Плавно, медленно, полностью погружаясь в свои ощущения. В другую сторону. Плавное, делайте без рывков, мягко, в своем плиту. А затем мы будем вводить подошвенный апоневроз в компрессию. За пятку, за пальцы. И сгибаем стопу, вводим ее в компрессию. Прямо вот хорошо-хорошо. И прогреваем вот саму стопу. Вот этот подошвенный апоневроз должен прогреться. Вводим и добавляем с вами вибрацию. Прямо раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз вибрации. А теперь начинаем посылать импульс. Мысленно. Мысленно. Там, где мысли, там, где внимание, там и энергия. Помните, что это очень большой процент, насколько вы концентрируетесь на упражнении. Наши нейронные связи, нервная система, она имеет огромное значение, когда вы выполняете упражнение. Итак, сконцентрируемся и посылаем импульс от большого пальца в пятки. И вот таким образом вибрируем, прогреваем. Долго можете сидеть, ну, примерно 30 секунд. Можете по своему чувству, когда вы чувствуете, что уже раз, прогрелось. Дальше второй палец, третий. Итак, каждый пальчик таким образом прогреваете. До мизинца дошли и отпустили. Повибрируйте. Пальцами постучите. Постучите хорошо. И теперь опять встаем. И попробуйте, как у вас проработанная стопа, насколько она мягче и лучше у вас будет перекатываться. Лунная походка. Не получается, да? Ну, все, прекрасное упражнение. Обязательно приходите на мои курсы. У меня есть трехдневный бесплатный доступ ко всем моим курсам. Мы, конечно же, там всегда работаем комплексно. Присоединяйтесь к телеграм-каналу, где у меня самые секретные фишки только для своих. Там очень удобно отвечать. И всегда есть обратная связь. Ну, и я хочу вам еще показать. Получаем удовольствие от жизни. Я люблю всякие автоматические штуки. Есть у меня массажер. Заказывал на Алиэкспресс. Ссылку оставлю. Как видите, он стоит сразу возле дивана. Пришла и расслабилась. Называются они шиатсу с прогревом. С прогревом, инфракрасным прогревом. Очень тоже приятно для того, чтобы расслабиться в конце дня. Заказывал, как всегда, Руслан. Он у меня шипится на Алиэкспресс. И у нас очень много всяких дома технологических фишек, которые я вам постепенно покажу. Все. Всем красоты. Пишите, как у вас впечатления от данного упражнения. Получилось ли. Почувствуйте ли легкость в стопе. И напишите, болит ли у вас поясница после того, как вы ходите. После прогулки. Вот если у вас поясница болит, это как раз таки говорит о том, что вы неправильно дружите на стопе. Делайте данное упражнение прям каждый день. Ну и, конечно, тут надо еще у нас ротацию грудного отдела запустить. Но это уже в следующих сериях. Не переключайтесь. Пока.